РОССИЙСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ СОЮЗ И ГАЗПРОМБАНК АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВА ПРЕДСТАВЛЯЮТ ПРОГРАММУ МАМА ЗНАЕТ ВСЁ НА АВТОРАДИО Добрый день, дорогие друзья! Приветствуем всех наших слушателей! Вновь приглашаем вас к разговору о самом важном в каждой семье, о любви, понимании и абсолютной уверенности в том, что в этой жизни можно достичь невероятных высот, преодолеть себя и преодолеть все барьеры, если рядом человек, который верит в тебя, все понимает и знает. Мама знает все! Это проект Российского футбольного союза при поддержке Газпромбанка. В студии ведущие Катрина Гайсина и Татьяна Гордеева, да. Но понятно, во всей нашей семейной истории есть спортивный уклон, уклон футбольный, и мы встречаемся с мамами игроков национальной сборной. И сегодня прекрасный момент. Мы говорим о женском футболе и с огромным удовольствием приветствуем в студии Авторадио Евгению Петровну Беломытцеву. Это мама Анны Беломытцевой, трехкратной чемпионки России, обладательницы Кубка страны, защитницы женской национальной сборной и футбольной команды «Локомотив». Евгения Петровна, здравствуйте! Здравствуйте! Добро пожаловать в наш эфир, мы очень рады, что вы здесь. Евгения Петровна, ваша малая родина – это Алтайский край, поселок городского типа Троицкая, да? Ну да. Это недалеко от Барнаву? Не поселок городского типа, а сила Троицкая. Аня там родилась? Да. А вы сейчас там живете? Да. Переехать в столицу не хотите? Ну, думали об этом, пока не решили. Любят футбол в Троицком? Любят. Аня, я так понимаю, начала играть с самого детства и гоняла с мальчишками мяч во дворе. Это да, да. И процесс это было неостановимо практически? Вообще никак. А вас вообще саму не смущало вот это ее увлечение? Ну, вроде как считается, что у девчонок какие-то другие там пристрастия. Там, лучшую куклу, я не знаю, там, коллекции Барби или еще что-нибудь. Если спорт, то гимнастика, в конце концов, легкая атлетика или еще что-то. То есть вы как вот на этой... Смущала, конечно, смущала. Я говорила, пойдем на танцы запишу. Она нет. Я пойду на футбол. То есть вы какие-то предельно возможные там меры предпринимали или пытались даже категорично действовать? Нет, категорично нет. Просто предлагала, пойдем, пойдем танцевать. Нет, я лучше в футбол с мальчишками. Нет, я пойду, да. А с чего вообще началась ее страсть к мячику и к футболу? Аня в основном дружила с мальчишками с самого детства. Мальчишки пошли играть в футбол, и она с ними. Вот и все. Кстати, настоящий женский футбол на уровне клубов и сборных, он разрывает все шаблоны о мягкости и нежности спортсменок. Многие эксперты говорят, что женский футбол в разы жестче и опаснее мужского. Вот, Евгения Петровна, что вы думаете об этом? Ну, есть такие команды, которые прям страшно смотреть, как играют. Очень жестко. А травмы у Ани случались? Конечно, неоднократно. Что-то серьезное было или... Ну, я думаю, что это серьезно. Разрыв, растяжение связок было. Мениск был. Операцию даже делали. Операции уже были, да, к сожалению. Но при этом я обратила внимание, у нашей героини всегда на игре. На поле прекрасный маникюр. Все-таки девушки остаются девушками. Как она умудряется сохранить Нокси в идеальном состоянии, вот в этой во всей жесткой игре? Не всегда удается. Не всегда, да? Бывает и ломает. А макияж на игру Аня делает? Нет, не делает. А в детстве ваша дочь была упрямая или наоборот? Вот мягкая, спокойная? Мягкая, спокойная. Я не знаю. Ну как, всякое было. А вот смотрите, сначала ведь Аня занималась не футболом, а, по-моему, баскетболом или волейболом. И волейболом, и баскетболом. И насколько успешно? Сколько лет ей было тогда? Достаточно успешно. Но она и начала в футбол играть, и параллельно занималась и волейболом, и баскетболом. Участвовала в соревнованиях у нас там, олимпиады районные. Участвовала часто. Она так просто спорт любила. Это, понимаешь, получается просто только дай Ане мяч, и все. И тут уже либо футбол, либо баскетбол, либо волейбол. Лишь бы какая-то такая карма именно вокруг мяча. То есть, в принципе, любила физкультура, любимый урок в школе, я так понимаю? Ну да, конечно. Была такая ситуация, что она забыла смену обувь дома. Пришлось на переменке бежать домой за сменкой. Ну, естественно, опоздала немного на урок. Не пустил. Физрук не пустил? Физрук не пустил. Там слез столько было. Из-за того, что один раз на физру не попала? Да. А с остальными предметами как обстояли дела? Да, Аня хорошо училась. Пока не начали вызывать сборную, там очень много времени занимали сборы. Недели три там. Пропусков очень много было. Ну все, подтягивали, подтягивали, занималась. Ну, то есть просто из-за того, что хвасты стали появляться? Не от того, что не хотела или не могла? Нет, конечно, просто времени не было на этом. Но у нас бабушка-учительница, она помогала всегда заниматься, подтягивать все это. Да. Не было вот такое, что типа, девчонка, уйди, тут пацаны настоящие играют. Ну, знаете, бывает такое. Нет, я думаю, охотно. Она играла со сверстниками или с мальчишками постарше? Ну, там были и сверстники, и мальчики постарше. Ну, примерно одного возраста. А вот в каком возрасте, может, даже и сам момент, вспомните, когда вы поняли, что пришло время Ане записываться в секцию? Лет в 10 мальчишки пошли записываться на секцию. Аня пошла с ними, но ее не стали брать, ну, так как девочка. Потом она пришла домой расстроенная, попросила, мама, сходи, поговори. Бабушка, опять же, как педагог, могла поговорить тоже. Бабушка ходила, говорила. Даже бабушка, когда поговорила, Андрей Федорович отказался. Но потом, так как она настойчиво появлялась на поле, на каждой тренировке, он ей в один прекрасный день сказал, иди попробуй, ладно. Ну вот, пошла попробовала. И осталось. И осталось. Давайте подробнее об этом поговорим с первым тренером Аней Беломытцевой, Андреем Федоровичем Андрейцевым. Он у нас в эфире. Здравствуйте, Андрей Федорович. Андрей Федорович, вот мы только что выяснили, что вы не хотели изначально брать девочку в команду. И даже когда бабушка просила за девочку, вы тоже отказывали. Что в итоге вас заставило изменить свое мнение? Как будто кто-то мне подсказал. Ну, я говорю, ведите-ка девчонку посмотрим. Мы еще в маленьком зале занимались, там старый кинотеатр, зал сделали. И у них, говорю, оставайся. Ну, то есть она сыграла так, что вас это убедило, что с этим можно работать, что она может, что она крутая. Да, да. Над ее техникой, над физическими данными работали так же, как с мальчиками? Или был какой-то все равно отцовый подход к ней, как к девчонке? Естественно, особый подход. Индивидуальные тренировки, когда прошло, не получаться. Индивидуально, отдельно с ней занимался. Прямо говорил, приходи, занимаемся над передачами, над игрой головой, ну и над остальным. А когда начали ездить на соревнования, тут же уже помимо игровых навыков нужно было подключать психологию, включать вот в игру настрой. Что нужно было для Ани сказать такого, чтобы она прям завелась на поле? Ничего не надо. Она с канат играла. Она по мальчикам играла до восьмого класса, ну и ездила, засмертенно играла. А можно сказать, что она на равных играла с мальчишками? Да. Только она в нападение играла. А, то есть еще на другой позиции. Слушайте, а мальчишки сами как к команде к ней относились? То есть все приняли вот этот факт, что вот у вас такая отличительная команда, в которой девчонка есть? Конечно приняли. Они сами просили ее, чтобы я взял ее. Они сейчас общаются, когда приезжает она. Слушайте, а вот еще в те времена, в командах соперников девчонки встречались или ваше Беломыцево это был такой троицкий эксклюзив? Нет, еще там было в сельской команде в одной девчонка бегала, играла. Ну не такая, конечно. Не такая сильная, не такая талантливая, да? Да. А долго она тренировалась у вас в секции с мальчишками? Ну она где-то в четвертом классе или в третьем пришла. И до восьмого класса, в восемь класса закончила. Потом в девятом классе уехала в Бануалу. А там же чисто по девчонкам играла. Внутри гордость есть? Ну все гордятся. Весь район и гордятся в принципе. Спасибо вам огромное. Спасибо огромное, Андрей Федорович. Первый тренер Ани Беломыцевой был у нас в эфире. Спасибо, до свидания. Всего доброго. Евгения Петровна, давайте действительно поподробнее. Уже тренер вот так эмоционально рассказал и уже практически на перспективу открыл нам еще героев, которых мы обязательно будем упоминать в этой программе. Это и бабушка, безусловно. И там до Смертина мы дойдем. Да, до Алексея Смертина того самого. Итак, вы на работе, я так понимаю, да? Соответственно, девчонку нужно, тут понятно, чтобы в секцию ходила, и тут соревнования начались, поездки начались. Это все бабушка на себя взяла. Да, бабушка с удовольствием ездила. Болела. На каждую игру в Барнаул ездили. И не только там в Барнаул, но вот именно со Школы Смертина с этой командой. Бабушка возила. Понятно. А вы на работе, если не секрет, вы тем занимаетесь? Я сейчас работаю в страховой компании. Понятно. А не мечтали, чтобы дочка по вашим стопам пошла? Ну, нет, конечно. Нет, конечно. Интересный, кстати, момент. Не знаю, подтвердите вы его или нет. Якобы ребята из той команды, в которой Аня начинала играть в Троицком, потом все футбол бросили. И только лишь эта девочка осталась верной любимому виду спорта. Они профессионально не занимаются. Продолжают ходить как любительские. А когда и как Аня в итоге попала в первую в своей жизни команду девочек-футболисток? В очередной раз поехала командой нашей Троицкой. В Бийск они поехали, играли. Там была, видимо, Оксана Николаевна, это вот тренер команды Школы Алексея Смертина. Ну, видимо, увидела как-то и пригласила на просмотр. Типа сборы. Ну, вот как сейчас сборы, только там вот на том уровне сборы. На лагере девчонок собрали. Ну, в общем, мы ее собрали, увезли. Через два дня Аня звонит и говорит, я не хочу, я хочу домой. Ну, что делать? Ребенок плачет. Мы сели, поехали, приехали. Оксана Николаевна с нами давай разговаривать отдельно от Ани. Ну, что типа нужно, чтобы перетерпела, все такое. Ну, вот у нее, если она не хочет, если ей плохо, ну, что я могу сделать? Я говорю, нет, ну, я не могу оставить ребенка в таком состоянии. Естественно, мы ее забрали. А это был первый момент, первый шанс, когда ее уже могли взять в Школу Смертина, того самого прославления нашего? Нет, она уже участвовала в играх несколько раз. Ну, здесь вот отказалась, отказалась, ладно. Она не смогла просто какое-то время жить без домашних? Да, ну, совсем маленькая. Ну, что там, лет 12, наверное, было. Мы ее забрали, потому что, ну, зачем ребенок будет плакать? На соревнования, на игры она также продолжала ездить, ее также вызывали. Понятно. Про Школу Алексея Смертина, про то, как девочка в 14 лет все-таки уехала из дома, про первые победы Аня Беломыцева поговорим в следующей части нашей программы. Сейчас небольшой перерыв. Как воспитать чемпиона? Мама знает все и расскажет на Авторадио. В октябре 2021 года женский футбольный клуб «Локомотив» впервые в своей истории завоевала золотые медали чемпионата России по футболу. А 24-летняя Аня Беломыцева, героиня нашей программы, в составе «Лока» стала чемпионкой страны уже в третий раз. Эта программа «Мама знает все» – проект Российского футбольного союза при поддержке «Газпромбанка» в нашей студии. Мама Ани Беломыцевой, Евгения Петровна. В 14 лет ваша дочь все-таки покидает дом, переезжает в Барнаул. Насколько тяжелое это было решение? Ну, очень тяжелое. Ну, страшно было ребенок маленький отпускать. В основном это произошло из-за того, что в школе много пропускали. Там это не приветствовалось, поэтому... В школе в Троицкой, да, из которой нужно было постоянно уезжать на соревнования. Да. И поэтому было решено перейти вот в школу Олимпийского резерва в Барнауле. А параллельно она занималась в школе Алексея Смертина. Обычные предметы в школе Олимпийского резерва, а вид спорта – футбол. А футбол у Смертина такой. А она, получается, в общежитии жила? Да, при школе Олимпийского резерва. Какие там условия? Нормальная комната, там 2-3 девочки, по-моему, были вместе с Аней. Воспитатели были, там, если что-то, какие-то вопросы, можно было позвонить. А питание? По-моему, нормально было, я уже, честно сказать, не помню. То есть Аня не звонила и не жаловалась вам? Жалоб не было. А она такая, что не будет, наверное, лишние такие моменты, чтобы меня, видимо, не расстраивать и говорить. И вот Аня стала играть за команду Алтай. Это уже на взрослом уровне у нас? Нет, это не на взрослом. Ну, детская еще одна команда была. В 13-14 лет ей было. А с командой Аня быстро сошлась? Да. А вот когда Аня на поле, вы больше ей любуетесь, получаете удовольствие? Или нервы не к черту и переживаете весь матч? Я очень переживаю всегда. Всегда переживаю какой-то там удар, стык, что-то там, не дай бог, упало. Когда выходит, допустим, там на пенальти, что сейчас будет бить. Очень переживаем, что не попадет. Ну, часто бывает же такое. Еще один человек, который, думается, мне всегда будет смотреть на Аню с особым вниманием и, ну, по сути, чувствовать ее, в какой бы команде она ни играла, это тренер Ани Беломыцевой в Барнаульской школе Алексея Смертина. Это Оксана Жбанникова. Она у нас в программе. Здравствуйте. Оксана, а помните, как к вам пришла Аня? Ну да, совершенно верно, все это помню. Она у нас живет в Троицком районе, это порядка 100 километров от Барнаула. Вообще Аня выросла и начинала свою футбольную карьеру в команде с мальчиками у тренера Андрейцева. Вот, за них выступала, периодически ездила в какие-то районные соревнования. И пока она выступала там за районные соревнования, у нас создавалась и открывалась наша школа, где было отделение именно женского футбола. Вот таким образом они узнали отдельно про нашу команду и в свое время привезли Аню к нам впервые познакомиться. Тогда мы были в Павловском районе на сборе с нашими девочками. Родители привезли ее к нам на сбор, но правда Ане не удалось с первого раза весь сбор с нами оттренироваться. Порядка, наверное, пяти дней она там с нами пробыла, но тяжеловато, как бы и новый коллектив. Сбежала, ну девочка. Ну да, было-было такое. Девчонки, кто-то немножко постарше был, кто-то немножко помладше, но другой тренер, другие требования. Тем не менее, то есть первые пять дней она повела прям очень достойно. То есть, ну, знаете, бывает человек-игравик, то есть ей дашь мяч любого формата, волейбольный, баскетбольный, от большого тенниса. Она буквально все, что шевелится, двигается, все жонглировала, подпинывала. То есть, ну, вот бывает такой талант, когда с рождения дано это раз. Ну и, естественно, собственный труд и любовь к этому виду спорта. А в тот первый день вашей встречи на что больше всего вы обратили внимание? Ну, маленькая, худенькая, беленькая девочка с голубенькими глазками. Ну, она так это, высокорослая была относительно своего года рождения. Ну и, естественно, то, как она обращается с мячом. То есть, на момент, когда она пришла к нам, попала в команду, я так думаю, вот сейчас на скидку не помню, но я думаю, что она уже за 200 раз жонглировала подъемом правая и левая нога. То есть, для нее это не проблема. То есть, вот эти точечки, крючочки забиты, элементы футбола, вот на начальном возрасте детей, у нее уже был пройден. То есть, она уже такая прям подготовленненькая футболистка к нам попала в команду. Оксана, вот скажите, пожалуйста, насколько верна информация, что изначально Алексей Смертин был против открытия, вот, ну, конкретно там отделений для девчонок? Да, Алексей у нас тоже, у нас в 2006 году открылась вообще школа Алексея Смертина. Вот, ну и сами понимаете, такое громкое имя и Алексей, и впервые открывание школы. И вообще никто не понимал о существовании тогда еще женского футбола, вообще даже, ну, вот, на уровне Алтайского края уж точно. В Сибири там у нас по сибирским кругам у нас что-то были команды, а в Алтайском крае не было. Ну, могу так сказать сначала, да ну, девчонки, да нет. Но, могу сказать, как только в 2007 году набрали мы девочек, а он и по сей день это сам не будет отрицать, я думаю, что, когда набрали девчонок, и он имел возможность в Москву к нам прилететь, на дни какие-то здесь соревнования, и когда мы устроили товарищеский матч, взрослые там мужчины, представители федерации футбола, включая Алексея, и мы заявились там женской командой, он был, я хочу сказать, что очень приятно удивлен, он говорит, да ладно, девчонки у нас так могут. Я думала, что там девчонки играют только в Москве. И вот потихоньку, потихоньку, вот эта любовь к женскому футболу, и вот, и всегда стояла, я так думаю, что примерно, что, и я думаю, что какой-то момент такой был, когда он прям гордился. А они в это время кричалки про него придумывали, да? О, это да. Так, я даже до сей день пару кричалок помню, могу вам продемонстрировать. Давайте. Леха Смертин чемпион, основатель школы он, Леха Смертин наш кумир, за него порвем весь мир. Боже, ну тут Смертин тает, тает прям совсем, да? А, да-да-да, еще могу сказать, еще одна была речевка. Существуем мы недавно, на футболу много лет, мы девчонки-чемпионки, нам в футболе равных нет. Браво-браво! Здорово! А в целом, при наборе девчонок в команду, есть какие-то обязательные критерии, там, рост, вес, возраст? Вы знаете, нет, и по сей день нет, то есть вот с 2007 года, повторюсь, работаю в школе Смертин, и по сей день у нас нет никаких критерий. Наша задача вообще, в принципе, на маленьком детском возрасте влюбить девчонок в этот круглый мяч, это первая задача. Быть с ними на одной волне, быть интересным для наших детей, для того, чтобы их тянуло к нам, и каждый день наши дети бежали к нам на тренировку. Сейчас у нас уже в нашей школе существует пять групп девочек, и уже заработал еще один, второй тренер с нами на девочках, который помогает. Я могу сказать, что девчонки, они более такие талантливые, способные, то есть мальчишки, они такие у нас, знаете, по-фигистски пришел и не пришел, а девочка, она более такая дисциплинированная, обязательная, ответственная. То есть мы, знаете, очень медленно, но верно. И могу сказать, что по сей день у нас есть девочки, которые выступают в первенстве города по мальчикам, поскольку на уровне города нет конкурирующих команд, и мальчишки где-то иногда от нас подвывают неуступчивые настолько, что идем нога в ногу, голова в голову, что называется. Такие моменты есть, да. А вот еще опять про Аню Беломыцеву. Какие черты характера, как вы думаете, позволили ее же потом дальше пробиться в сборную? Ну это же вообще же, скажем так, высшая точка. Ну да, да, конечно. Она молодец, она очень неуступчивая, она трудолюбивая и упертая, то есть она не позволит себя обыграть, это первое. То есть для спортсмена вот пойти в единоборство один в один. Кто-то может опустить руки, ну и ладно, там меня обыграли, там следующая девочка, какой-то игрок из команды, пускай он вступает в борьбу и прочее. Она никогда не позволит. Для нее это, знаете, как вот нанесение оскорбления какого-то. Она и в тридцать, и в четвертый раз пойдет в отбор и заберет этот мяч, и еще двоих-троих обыграет. И вот пока не доведет до логического момента какие-то вещи, потому что мы в Сибири, у нас тогда не было футбольных манежей, сейчас он есть. Мы занимались в спортивных залах, понятно, это ограниченное пространство, это все время отскок мяча. Это суперкоординация должна быть у футболистки, поэтому это то, чем, в принципе, она и обладала. И это одно из ее хороших качеств. Помимо того, что она высокая, у нее есть хорошая прыгучесть. То есть она настолько правильно отталкивается от паркета, либо покрытия от травы, зависает в воздухе и бьет головой. То есть, как мы говорим в футболе, борьба на втором этаже за мяч, ну это просто уникально. Это вот как раз элементы, возможно, в детском возрасте заложены там баскетбольные какие-то вещи, или там еще что-то, что ей пригождается в футболе. Ну и, что немаловажно для девочки, вообще, в принципе, для футболистки, она владеет двумя ногами. То есть для нее разницы нет. Правая нога – это левая. Знаете, как принято в футболе? Ну что, это же левая, я не смогла. Ничего подобного. У нее в детском возрасте не делились ноги на правую и левую. Она абсолютно владела двумя ногами. Для нормальных людей, конечно, очень непривычно слышать. У нее не делились ноги на правую. У нее просто были одинаковые две ноги. Да, ну и, да, в хорошем смысле слова. То есть для нее разница. Правая – это левая. А за советом или, наоборот, с просьбой какой-то мамы ваших воспитанниц часто к вам обращаются? У нас это бывает в плане учебы. Когда мы хотим стать футболистками, нам учеба начинает надоедать. И поэтому тут уже тренер берет все ресурсы под свой контроль. То есть после каждой школьной четверки мы сдаем дневники на проверку, чтобы мы говорим о том, что нам нужны умненькие и талантливые футболистки, а не те, которые учатся на 3,2 и просто вот забросили всю свою жизнь. Евгения Петровна, вот я сейчас слышу Оксану, понимаю, насколько человек любит свое дело, насколько любит девчонок, да, молодых начинающих футболистов. Мне кажется, вот такому тренеру вручить, да, доверить свою дочку было не страшно. То есть мне кажется, это такая опека, это такой контроль. Это вот, мне кажется, прямо вот обеими руками вот так вот обняла она Аню, и вот ей можно было доверить, Евгения Петровна. Да, конечно, конечно. Ну, спасибо вам огромное, Оксана. Огромный привет всему алтайскому футболу и начинающим девчонкам-футболисткам. Хорошо. Всего доброго, до свидания. До свидания. Всего хорошего, до свидания. Мы продолжаем изучать биографии уже прославленной спортсменки Ани Беломытцевой. В 2012 году она переходит в клуб высшего дивизиона «Рязань-ВДВ» и, само собой, переезжает в Рязань. Евгения Петровна, с каким сердцем отпускали дочь? Это уже не 100 километров от дома. Конечно, было очень страшно. Как вообще это произошло? Ну, вот ездила на соревнования с юниорской сборной. И на этих соревнованиях ее увидели у представителей Рязани-ВДВ. Ну, и позвонили, пригласили в команду свою. Но мы сначала вроде как отказались, а потом через какое-то время решили, а почему бы и нет. Профессиональный спорт, команда высшего дивизиона. Конечно, мы еще маленькие были, 15 лет. Но, насколько известно, вы с ней изначально поехали на разведку. Директор команды Андрей Николаевич. Ну, как, он же меня уговаривал. Вы не бойтесь, все будет хорошо. Вы можете приехать вместе с ней, здесь пожить, посмотреть, осмотреться. Как, что, на тренировки сходите. Ну, так и получилось. Приехала, поселили нас, и я две недели с ней прожила. Ходила на тренировки, смотрела, он все показывал, все рассказывал. Вы не переживайте, все будет хорошо. Ну, я себе представляю, как вы возвращались из Рязани назад в Троицкое. Оставив ее там, это, наверное, вот, да, запоминающийся был какой-то момент. Мне очень запомнилось, как она меня проводила из квартиры. На рифте вместе спустились. Она поехала наверх, а я пошла в машину. Ну, я плакала. Тем не менее, вы уехали в Троицкое. Аня остается в Рязани. В 16 лет подписывает контракт и становится, ну, по сути, совсем самостоятельной девушкой. Уже при работе, уже в профессиональной команде. Рязань ВДВ. Рязань ВДВ на тот момент была сильнейшей командой в России. И там, скорее всего, Ане первое время было непросто. Да, конечно. Команда была первая. Много было известных игроков таких. Лидеров уже. Лидеров. То, что я запомнила, когда мы приехали и пришли на стадион. Первый день посмотреть. Мы просто смотрели с трибун, как играют. И там играла Лена Данилова, известная футболистка. И она мне, Аня говорит, мама, представляешь, я буду с Леной Даниловой в одной команде. Ну, такие сильные девчонки, взрослые уже с опытом. И наша маленькая совсем. Конечно, ей было сложно. Новые люди. Но психологически ее не давили? Всяко было. Сложно было. А потом, это же ВДВ. Это же как в армию попасть. Да, она мне говорила, контракт на два года. Представь, что я в армии. Ну, несмотря на то, что Аня была в коллективе с такими звездами, уже в первом же сезоне, после перехода в ВДВ, Аня Беломытцева становится чемпионкой страны. Насколько это было важно для вас? Дело в том, что первое чемпионство было в команде в первый год. И Аня там особо сильно-то не играла. Она в составе была? В составе была. А в основе не играла особо. Несколько раз выходила. Но все равно выходила же, выходила. Было очень приятно. И чемпионство, и все это здорово. А потом была еще одна золотая медаль на чемпионате России. Кубок страны, участие в Лиге чемпионов, переход в столичный локомотив. Но подробнее об этом мы поговорим после небольшой паузы. Мама знает все на Авторадио. Женский футбол, увы, не суперпопулярный. Хотя это и олимпийский вид спорта. В футбол играют настоящие девчонки. Одной из самых крутых мы посвящаем сегодняшнюю нашу программу. Анна Беломытцева, защитник российской национальной сборной и футбольного клуба «Локомотив». Говорим о ней вместе с ее замечательной мамой Евгенией Петровной. В студии ведущая Татьяна Гордеева и Катрина Гайсина программа создана по инициативе Российского футбольного союза при поддержке «Газпромбанка». Евгения Петровна, говорят, Аня умеет играть на гитаре. Ну, чуть-чуть. Может, еще и поет чуть-чуть? И пела чуть-чуть. Она просто, когда жила, вот в Рязани была, жила с девочкой, которая играла. Ну, она хорошо играла и пела хорошо. И вот захотелось тоже научиться. Она и учила, и вот они играли. Было такое, что домой приезжала, она на гитаре играла. Концерты давала? Да. Ну, впрочем, у Ани мы самой можем все уточнить, все спросить. Просто мы полпрограммы усиленно делаем вид, что ее здесь нет. А она у нас, можно сказать, за кулисами. Сейчас Аня Беломыцева появляется в студии «Авторадио». Здравствуйте. Аня, интересно было слушать рассказ мамы о тебе, о ее переживаниях. Да, конечно, было интересно, но переживания до сих пор есть. Поэтому для меня это не новое. Что мама забыла, что мама упустила, что мама не вспомнила, и чего мама вдруг не знает все-таки, вот исходя из того, что ты выслушала вот в первой части нашей программы? Ну, в Барнауле у нас была столовая. Столовую не очень хорошо кормили. А, это к вопросу о питании в общежитии, да? Да, 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 если так, очень люблю, как мама готовит, поэтому столовская еда, грубо говоря, была для меня не очень вкусной. Хотелось бросить футбол, уехать обратно домой, найти себе спокойную работу? Конечно, были, особенно в Рязани. Когда мама уехала, через две недели я заплакала. Мы шли с девчонкой, с которой жили на учебу. Я прям ей высказывалась, говорю, блин, я так устала, мне так тяжело. И прям мысли были то, что, может быть, закончим все, уехать домой просто, и все, играть там в футбол. Работе не было мыслей, вот. Но я звонила маме, мама меня поддерживала. Хорошо, что все так получилось. И то, что я выдержала, это сложное испытание в моей жизни. Как ты себя чувствуешь теперь в команде «Локомотив»? Третий год ты уже там, да, получается? Да, третий год. Хорошо. Когда переходила, многих девчонок уже знала. Ты же переходил как раз вот из Рязани, из ВДВ, ты как раз сразу переходила уже в «Локомотив». Да, да, да. Уже некоторых девчонок знала, некоторых не знала. Приняли хорошо. Все очень понравилось. Прям были такие прям эмоции, тренировки другие. Другой тренер, другой коллектив. Прям, ну, я такая одушевленная была. Мне прям хотелось все играть, выжигать, все выигрывать. И первый год прям очень такой хороший. Но не хватило нам до первого места. Потом во второй год опять не хватило. Прям одного очка не хватило. Ну и вот, наконец-то, мы чемпионы. Мы взяли «Требл» в этом году. Это прям очень классная прям мечта. Но зато ты в прошлом году была, по-моему, уже лучшим игроком команды, насколько я знаю. Да, коллектив. По итогам сезона. Да, коллектив выбрал меня. А это коллектив выбирает? Да. Это все очень здорово. Да, то есть вся команда, и девчонки, и тренеры, и массажисты, и врач, то есть администраторы. Голосовали. Голосовали, да, как я поняла, голосовали. И там с небольшим отрывом от Нелли Коровкиной, нападающего нашего, выбрали меня, короче. Уверена, твоим победам, твоим успехам радуются прославленные футболистами, которые сегодня уже многократно звучало в нашей программе, это тот самый Алексей Смертин. Есть предложение подключить прямо сейчас его к нашему разговору. Здравствуйте, Алексей. Здравствуйте. Аня, у тебя сейчас есть шикарная возможность в прямом эфире Алексея Смертину рассказать о том, чего же не хватает, например, в школе Алексея Смертина для того, чтобы еще больше было выпускников в национальной сборной. Я думаю, конкуренции нужно более привлекать девчонок, еще больше тренироваться, заниматься футболом, особенно в нашей школе Алексея Смертина, у которых, я думаю, что достаточно условий. Алексей, как можно создать конкуренцию? Прежде всего, количественно, я полагаю, потому что количество, как правило, переходит в качество, и на самом деле то, что сделала Аня тогда, может быть, я вспомнил этот момент, наверное, для Ани не очень приятно, но я к этому отнесся с улыбкой, когда у меня так получилось, что летел из Барнаула и один рейс, ты, может, помнишь, еще у тебя там большая сумка была, я так удивился еще, по-моему, даже отшутился, типа того, что ты все свое мастерство засунула в эту сумку, вот, а я тогда еще задался вопросом, какая-то твоя реакция необычная, а как ты просто уже уезжала от нас и уезжала бы в Рязань, наверное, тебе определенно неудобно было передо мной, а я тогда ни сном, ни духом. А вы случайно встретились на рейсе? Подождите. Да, 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 подтверждаю вышесказанные Ане слова, что нужна конкурентная среда, безусловно, и те ребята, которые у нас играют, там я сейчас про мальчишек, вот, уезжают в какой-то момент в любом случае в западные, в западные города, и там реализуются, я понимаю, что действительно там среди мальчишек еще какая-то маломальки есть конкурентная среда, среди девчонок там ее практически нет. Когда вот мы оказались в аэропорту города Барнаула вместе на одном рейсе, я еще увидел такую большую сумку и думаю, ничего себе, вот, будто бы, подумал, переезжаешь, это на самом деле так и вышло, вот. Ну, я в любом случае горжусь школой, и не только теми ребятами, которые там играют на высоком уровне, ну, их не так много, но все же. Естественно, хотелось бы как можно больше, чтобы школа выдавала на гора игроков национальной сборной, потому что это является неким индикатором эффективности работы школы. Но то, что сам футбол через наш академий пошло очень много футболистов, которые не стали профессиональными игроками, но которые состоялись как личности. А ведь футбол же такой вид спорта, который объединяет все стополагающие принципы. Поэтому я, с одной стороны, профессионально рассуждаю и тем самым горжусь, включая Аня. С другой стороны, я и социально подхожу к этому. То есть, как бы, долг школу формировать личность, не всех на гора выдавать как профессионалов. Понимаете, это нормальный, естественный процесс. Алексей Смертин был у нас в программе. Спасибо, счастливо. Спасибо большое. Всего доброго. Спасибо, до свидания. До свидания. До свидания. До свидания. Евгения Петровна, часто про футболистов говорят, что они могут быть в жизни очень милыми, добрыми людьми, а на поле выходят и звереют, как-то перевоплощаются. С Аней так же происходит. Звереет ли она? Я думаю, что она не звереет. Аня, правда ли, что ты даже, когда забиваешь гол, особо во время игры не радуешься, не расплескиваешь эмоции, а как-то вот в себе это... Ну, я сама по себе, наверное, очень сдержанная такая. Ну, вообще, это, конечно, неправильно то, что я не праздную. Ну, в последнее время почему-то так, наверное, очень тяжелый сезон и очень мало эмоций осталось, поэтому в последнее время так особо не рада. Это главное, что забило. Для меня это самое главное. И развернулась и пошла опять на позицию. Ну, все, все хорошо. Меня все летят обнимать, и я такая, ну, все, задача выполнена. Слушай, а самые крутые твои голы-то со штрафного метров с 30, я так понимаю, где-то, да? Ну, было несколько. А многие девчонки вообще в женском футболе вот такие именно удары могут наносить, такие голы забивать? Конечно. Есть девчонки, у которых очень сильные поставленные удары. Ань, какие игры за рубежом тебе запомнились больше всего? На чемпионат Европы 2017 года я, конечно, не играла в составе. Я только пришла, наверное, год первый, наверное, или второй только в сборной. Просто запомнилась именно атмосфера самого турнира. Даже просто обычные болельщики приходили и поддерживали и нас. Я помню первую игру, которую мы выиграли. У Италии 2-1 и мы ведем 2-0. Очень напряженная такая игра уже в концовке была. И болельщики поддерживали, даже несмотря на то, что они, ну, как бы не русские. Просто они смотрели. Видимо, им нравилось, как мы играем, наша команда. И было, конечно, очень атмосферно. А куда-то в европейский клуб Батяне звали? Пока не приглашали? Было одно приглашение, но как-то не получилось. Сорвалось. Это было год назад. Пандемия, думаю, тоже сыграла большую роль. Но я уже тоже сама настроилась, как и мама настроилась, так и я очень сильно настроилась уже на это. И потом, конечно, это не то, что подкосила, но подрастроилась. Да, хотела уехать. Евгения Петровна, ну вы отпустите, если что, дочь к англичанам-то? Конечно, отпущу. Я же не могу ей запретить, ей очень хочется. Евгения Петровна, а вы дочери не нашептываете там, Аня, хорош, все, заканчивай. Замуж пора, детей заводить, вот это вот все. Я говорю о том, что пора замуж и детей заводить, но я не имею в виду, что заканчивать с футболом. Можно же все сделать и вернуться. А вот так, вот у мамы такие планы. У мамы такие, да. Аня, что отвечаешь? Я говорю, мама, подожди, подожди, еще рано. Аня, спасибо тебе большое за красивую игру, за преданность в футбол и за участие в нашей программе. Мы тебя провожаем, а вот с мамой твоей еще немного пооткровенничаем. Тем более у нас в перспективе есть очень интересные гости. А сейчас вновь небольшой перерыв. Мама знает все на Авторадио. Я с детства бредила футболом. Так говорит о себе герани нашей программы футболистка Аня Беломыцева. Разговор с ее мамой, Евгением Петровной, только подтверждает данную цитату. Это проект Российского футбольного союза при поддержке «Газпромбанка». У нас есть еще немного времени, чтобы чуть подробнее поговорить о том, насколько ценят защитницу Анну Беломыцеву национальной сборной. Евгения Петровна, с какого возраста Аним стали приглашать в сборную? В 13 лет был первый вызов в юниорскую сборную. Мы в шоке были просто. Были очень рады. Но там же потом получилось вообще так, что она практически из одной сборной просто по возрасту приходила в другую. И уже практически без перерыва. Там даже было, что будучи в юниорской сборной, она не раз играла за молодежную сборную. Потом перешла в молодежную сборную, а потом уже стала во взрослую сборную. Да, потом молодежка, а потом уже цель жизни национальная. Самое авторитетное мнение о роли и значении Беломыцевой для главной команды страны может представить наставник женской футбольной сборной России Юрий Красножан. Он у нас в эфире. Юрий Анатольевич, вы всю жизнь работали тренером в мужском коллективе. Были даже главным тренером сборной Казахстана и второй сборной России. А тут у вас появились девчонки. Как отреагировали на предложение стать главным тренером женской сборной? Были сомнения на этот счет? Долго думали? Это были не сомнения, это осмысление было. И понимаешь, что ты идешь не в другой вид спорта, а ты идешь в футбол. И вот я приходил в футбол. И очень рад, что оказался я в футболе женской. Вот перед тем, как вызвать Анну в сборную, вы так пристально следили за ее игрой. И почему в итоге именно она? Она не дебютант сборной. Она уже один из сторожилов сборной. И здесь получается первое, что опирались уже на тот состав, который сыгран. И большую работу провела Елена Александровна, тренер локомотива, и предыдущий тренер сборной. И здесь опирались на опыт и сыгранность тех девочек, которые были. А в процессе уже ознакомились. А как можете охарактеризовать вашу подопечную? Какие у нее сильные стороны? Я хочу к Евгению Петровне обратиться и сказать, что у вас замечательная дочь. Ой, спасибо большое. Во-первых, высокая, стройная, красивая, молодая, правильно воспитанная, с хорошим спортивным характером. Девочка, которая имеет свое мнение, она за него не борется. А что ей бороться, когда оно просто есть, это мнение? Она его не отстаивает. Но с этим мнением коллектив считается. Если брать спортивную составляющую, то этот спортивный характер, он проявляется в том, что она всегда хочет играть. Была последняя игра после, и там минут за 10 заменили Аню. Это ее расстроило. Расстроило, потому что там уже счет был. 4-0 выигрывали, и хотелось дать девочкам поиграть и остальным. Но пришлось объясняться и поговорить после игры. То есть это то, что она всегда хочет принимать участие в игре. Да, в принципе, как и любой, наверное, спортсмен. Ну и в то же самое время нет предела совершенствования. Она знает, на чем ей нужно работать, в каком направлении работать. И не просто знает, она и работает. Поэтому хочу пожелать удачи, успехов. И пускай здоровье никогда не подводит, пусть всегда будет крепким, алтайским. Спасибо большое. Спасибо огромное. Какие ценные слова. И самое главное, чувствуется, слышно. Даже через эфир, что это абсолютно искренне. Согласитесь, да? Да, конечно. Спасибо большое. Итак, наставник женской футбольной сборной России Юрий Красножан был у нас в эфире. До новых встреч. Будем всегда ждать вас в нашей программе. Спасибо. Всего доброго. До свидания. До свидания. Всего доброго. Евгения Петровна, а правда, что кумир Ани Криштиану Роналду? Да. Я вот почему-то думала, что у футболисток, у девочек, у них свои кумиры, из числа девочек тоже. Я не знаю. Мне кажется, не только Ани нравятся мужчины-футболисты, когда девочки что-то рассказывают в интервью, и когда у них спрашивают, многие девочки называют мужчин. А из наших футболистов кто ей нравится? Ну вот в детстве ей нравился Андрей Аршавин. Да, хорошо. Сейчас? Не знаю. Аня как-то высказывалась в одном из интервью, что в дальнейшем планирует быть футбольным тренером. Изменились ее планы или по-прежнему хочет тренировать? Хочет. Она когда приезжала домой, по-моему, в прошлом году, Андрей Федорович давал ей такое задание проводить тренировки, и она с удовольствием этим занималась, сидела дома, готовилась, писала план. Напомню, Андрей Федорович, это, соответственно, первый тренер Ани. И получалось, и ей нравилось это ее затягивать, и дети на нее смотрят, да? Да, тоже. Дети смотрят, дети всегда. Я когда прихожу туда, и они прям за нее заглядывают, Аня, привет, все подряд. То есть все знают ее, и она со всеми ребятишками, ну даже вот, что возраст маленький, она со всеми поговорит, остановится, скажет, здравствуй, как дела, вот такие. Что нет такого, чтобы мимо пройти или не обратить внимания. Весьма педагогический талант от бабушки передалась. Возможно. От педагога начальных классов. Возможно, да. Насколько важно для Ани материальное благополучие? Ну, естественно, у всех есть цель какая-то добиться. Машину, например, очень хотела. Вот сейчас приобрела машину, ездит. Прекрасно себя чувствует за рулем. Евгения Петровна, вы знаете, напоследок у нас есть к вам предложение немного поиграть. Проверить, насколько вы хорошо знаете о некоторых качествах и взглядах вашей дочери. Ну, давайте, поиграем. Есть несколько вопросов. Их Ане уже задали наши коллеги-журналисты, а мы их сейчас зададим вам. Вам нужно будет угадать, что ответила ваша дочь. Итак, самая раздражающая Аню вещь? Несправедливость, я думаю. Ее ответ – ожидание. А, ожидание. Ну, возможно, оно всех раздражает. Самая любимая вещь? Поспать, поесть. Правильно, молодцы. Процесс нападания. Сон – ответ Ани. Самое любимое место на Земле? Ну, я думаю, дом. Дома с родными – ответ Ани. Какое самое яркое воспоминание из детства? Самое яркое воспоминание из детства? Поездка. Куда вспоминайте? Семейная поездка. А, в Горный Алтай, наверное. Совершенно верно. Самый безрассудный поступок в жизни у Ани? Самый безрассудный поступок? Я даже не знаю. Ходить без шапки в минус 40. Да, только я всю жизнь так хожу. Да, это семейная, понятно. Самое лучшее качество в Ани, по ее мнению? Может быть, целеустремленность. Терпеленность. Терпеленность. А, терпеленность. Это где-то в параллельной истории. Это рядом, да. А вот самое худшее в Ане, по ее же мнению? Что ж у нее худшее? Вот она так думает про себя, что зря у меня вот это вот есть. Это мне, конечно, мешает по жизни. Доверчивость. Доверчивость, ну. Когда вы думаете, действительно, доверчивость тебе мешала? Слишком излишняя, да? Да. Слишком доверяет, слишком доверяется. Я не знаю, ну, были моменты неприятные. С футболом связаны? Нет, по жизни просто, да. Самое важное в жизни для Ани? Самое важное в жизни, что имеется в виду, самое важное? Ну, вот так ее у нее спросили, Аня, что самое важное у тебя в жизни? А она? Семья. Правильно. Абсолютно верно. Еще один вопрос. Самый важный человек в истории человечества? Подумайте. Самый важный человек в истории человечества. Могла ответить ваша дочь на вопрос «Самый важный человек в истории человечества». Она ответила «Моя мама». Она ответила «Моя мама», «Самый важный человек в истории человечества». И это формулировка, которая вот до мурашек даже свидетелей, скажем так, да, доводит. А еще она очень любит мамин борщ. Об этом она уже тоже сегодня говорила в нашей программе. У вас прекрасная дочь, Евгения Петровна. Спасибо вам за нее. Спасибо за то, что смогли воспитать такого красивого и сильного человека. Спасибо. И спасибо вам за то, что приехали сегодня к нам в студию, приняли участие в нашей программе. Вам спасибо за терпение. Переслушайте этот выпуск и предыдущие программы «Мама знает все». Вы можете всегда на сайте авторадио.ру, а также на подкаст-платформах Яндекс.Музыка, Спотифай, Гугл.Подкаст и всех остальных. Еще раз благодарим всех за внимание. Катрина Гассина, Татьяна Гордеева. Ну и Беломытцевы. Счастливо. Мама знает все.